Мексиканцу там уже вложили 1025, чтобы он победил. Его задача устоять на ногах. Вам пришли, сказали противалку, поставили вас перед фактом, просили деньги, перебить его цену или как. Не страшно говорить, но там вынуждали делать то, что тебе не нравится. Алмазбек Рэмкулов, вы более известный по прозвищу Кит Диамант, Бриллиант Малыш, боксер-профессионал, заслуженный мастер спорта по боксу в Киргизии. Многократный чемпион в Киргизии. Вы стали профессиональным боксером после того, как заняли 5 место на Олимпийских играх в Сидне. Были чемпионом на АБФ, это Североамериканская боксерская федерация. Вы один из первых профессиональных боксеров из Киргизии в легкой высовой категории, получившие мировую известность. Вы провели около 470 боев, выиграли 453 боя. Вы в 2000 году выиграли Кубок Короля в Бангкоке и обеспечили себе путевку на Олимпиаду, которая проходила в Сидне. Расскажите про Олимпиаду в Сидне. Вы выиграли два боя, попали в четвертьфинал и близким решением проиграли мексиканцы. Расскажите вот отсюда поподробнее, что было, как было. В четвертьфинальный бой в раздевалке при подготовке прибежал один из судей, из пяти судей один из судей, друг моего тренера. Не будем разглашать имена. Судья международной категории говорит, что мексиканцу там уже вложили 1025, чтобы он победил. Его задача устоять на ногах только. При таких раскладах и при таких предупреждениях судей, как ты себя будешь чувствовать в раздевалке, когда у тебя уже минут пять до выхода в бой? И, конечно, там у тебя настрой уже, откуда у нас деньги, откуда деньги и вообще Олимпийские игры, они же должны быть на уровне справедливости. Но, оказывается, везде бизнес и спорт, везде все страны хотят медали. Если твой флаг должен засветиться и просветиться по всему миру, там нужно, оказывается, тоже финансовые вложения. В таком напряженном стиле, в напряженном психологическом состоянии выходишь в бой. Твоя задача только выйти, идти на размен. Рисковать, одним словом. Просто идешь и рискуешь. Потому что, если не будешь рисковать, там не будет медали. Вам пришли, сказали в раздевалку, поставили вас перед фактом, просили деньги, то есть, чтобы перебить его цену или как, или нет? Предупредили, если мы тоже сделаем вклад финансовый, там будет уже справедливое решение. А если не будет вклада, там только голы будут в одни ворота. Так и предупредили. А вот после боя не было никакого варианта подать апелляцию? Ну, после боя пришли журналисты. Они хотели, чтобы мы подали в апелляцию. Там два больших экрана. Дважды ты роняешь своего соперника, там по печени и по голове, там его поднимают. Говорят, что я ниже пояса. А в медленных повторах там люди вообще букали. Ну, сидели. Бу-у-у. Что за дела? Вроде не было ниже пояса, он по печени упал, по голове упал, открытой перчаткой засчитали, чуть ли предупреждение не дали. Это все я знал, в бою держался, как мог, чтобы свои лишние эмоции не коснулись рефери. Получилось, что 12-14 все мои удары перешли и к нему, решение этих судей, это все было ясно, мы маленькая страна, как мы можем подать в апелляцию, нас и не услышат, наша задача только выходить и делать свою задачу, все. Я так понимаю, это был последний ваш бой на любительском ринге, да? И потом на вас вышли из топ-ранка, да? Как вообще происходило подписание? Из топ-ранка вышли, из Германии вышли люди, Кличко, братьев. Первым контракт пришел из топ-ранка. Вот я выбрал, выбрал, собрал вещи и уехал. Ваш дебют состоялся в 2001 году. Уже в 2005 году с рекордом 20-0 вы вышли на бой за пояс эллиминатор WBC с известным кубинцем, чемпионом мира, Риады Жиром Касмайором. Вышла ничья в этом бою? Многие считают, что вы выиграли этот бой. Расскажите из ваших уст про этот бой. Конечно, перед каждыми боями, особенно перед титульными рейтинговыми боями, всегда в раздевалку приходили разные агенты, разные специалисты по своим структурам. Очень серьезные структуры. Красиво, легко, мягко предъявляли свои условия, чтобы я выходил под их условия и все будет в порядке, если я приму их условия. Я же боец, я индивидуальный, так как не только я, и многие бойцы, мы же индивидуальны. Мы там рискуем, мы выходим, делаем деньги, как многие американцы говорят, манимейкер. Пришлось свою правду доказывать, говорить, что им не понравилось и не нравилось всегда перед боями. Но я бы хотел, делал свое. Просто предупреждали, нужно вот так, так, так. Сейчас детально, я не знаю детально, нужно ли говорить сейчас или можно ли говорить. Вообще-то не страшно говорить, но возможно в дальнейшем в спорте, чтобы мой рассказ не принес многим спортсменам. Или в моем деятельности ущербов, уронов, я лучше скажу, что там приходили, говорили и вынуждали делать то, что тебе не нравится и не должно быть такое. После боя в 2005 году с Косомойером, после боя прислали мне поезд, WBO, чемпиона мира, и контракт. А в контракте, если, ну, все параграфы и в конце написали, если ты подпишешь контракт, мы объявим миру, что ты чемпион мира. А если не подпишешь, мы не объявим, так же останется нищего. Я не подписал, но поезд-то у меня, поезд в Америке. Один поезд у меня здесь, в Киргизии, второй в Америке. В душе-то я чемпион, в душе раз поезд выдали, я чемпион. А объявили, не объявили, ну, это для людей. Пусть люди сами рассудят. Как он работает вообще, профессиональный боксинг, кто стоит, как бы, оберегаться? С одной стороны, это бизнес, как я это все увидел, это бизнес, и ты работаешь с компанией, с одной из крупных компаний. Контракты же разные, разные пункты. Если ты не имеешь хорошего адвоката, не имеешь хорошего знания, можно ошибиться. У меня, в моей карьере, получалось так. Я сам за меня никто не решал, никто там не читал, не переводил. Приходилось мне самому все делать, и переводить, и учить английский, ходить в учебные заведения, чтобы прочитать контракт. Дело в том, что если ты, боец, не имеешь background за тобой, хороших людей, уверенных людей, которые все будут смотреть, бумажное дело, это сложно бойцу. Одному бойцу пробиться в такой большой стране, в большом мегаполисе, где все шоу мира происходят. Получается, вы хотите сказать, что просто того, что ты хороший боксер, этого мало? Этого мало. Это нужно, да, поддержка, поддержка нужна, очень хорошая поддержка. Знаете, думают, профессионалы попал, пошли деньги, все нормально, здесь очень сложное все. Нет, это очень сложно, это очень сложно. С одной стороны, бизнес, с другой стороны, большая коррумпированная мафия. Получается, пошли деньги из системы, можно так сказать. Ну, один из таких бойцов, получается, я, что я попал под такой замес. Но ничего. Скажите дальше, следующее время у вас было и первое поражение. Что было не так, что не получилось у вас? Первое поражение, это было, ну, как-то подставили, подстанову. Нужно продвигать бойца своего. Тут боец выходит со своим флагом, тем более в Америке. Вставляет в угол и говорят, в таком раунде упадешь, в таком, в таком. Не дай бог уронишь, не дай бог выиграешь. После этого боя мы тебе сделаем титульный бой. Титульный бой – это НАБ, Норд-Американ Боксинг Федорович. Вы бой провели, естественно, вы понимали, что вам победу не отдадут. Я же один боец. Без поддержки, менеджера, промоутера. Нету рядом никого, кроме просто бойцов, друзей. Как ты можешь что-то в большом мегаполисе, в такой большой компании, что-то возразить? Пришлось, понимаешь, Виктор. В жизни, оказывается, есть такие моменты, что нужно через «не хочу» делать то, что тебе не нравится. Менеджеры хорошие, зарабатывают гонорары хорошие. Почему? Потому что там же идут ставки. Ставки, люди ставят, мир ставят. Вот, андефидит. С нулем, без проигрыша идет парень. Там пацан с двумя проигрышами. У него боев побольше. И титульных боев побольше, чем у меня. С американцем ставят. И я тут вроде провожу бои, и в шестом падаю. Потом где-то в восьмом падаю. Что, как меня предупреждали, к тому я и шел. Но в чужой стране, когда нет хорошей поддержки, людей, уверенных за тобой, это сложно. Выиграл этот бой, все, твоя карьера закончилась. Нету, тебя уже сняли с боя. С профессионального ринга тебя сняли. Ну и что? 20-0 и все, все закончилось. Чем можно гордиться? Пришлось проиграть. Чтобы люди поняли, что я проиграл. Не то, что там, как бы, притворился. Второй бой. Де Марко. Антонио Де Марко. Там мы дрались с АйБио вроде. АйБио пояс. Да, да, было Био на бо. В девятом раунде доктор прибегает в угол. У него температура, он больной, все останавливаете. Я что-то не понял. Алло, что, как? А тут уже останавливает бой. Сказав одно нехорошее слово этому доктору, мне пришлось 20 тысяч заплатить за моральный ушей. Такое... Это ваш последний бой был, да? Да. И после этого, ну, суды, я начал судиться с ними. Зачем? Почему? И что за дела, короче? Тут титульный бой. Меня просто дисквафицировали от профессионального спорта. Вообще. Я сам не бросал спорт. Вообще. Меня просто сняли со спортивного мира. Все. Я раз хотел спросить, почему вы ушли? Оказывается, вот такая вот... Ну, я сам не уходил. До сих пор, до сегодняшнего, я готов. Я готов, понимаешь? Вас дисквалифицировали в зале. На основании чего? Завислили вам боксировать? Ну, что я агрессивный. Раз тебя на лет 6-7 дисквалифицировали, все, все уже через лет 6-7. Годы, годы, время. А тут растут еще новые чемпионы. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.